Вау! Это оно! Шокинг вообще сближает девушек! Очень сближает! Больше, чем баня мужчин! Добрый день, друзья! Сегодня я продолжаю вас знакомить с интересными людьми, с нашими интересными людьми, которые приехали в Испанию, в частности, в Мадрид, и как-то сумели здесь задержаться, устроиться, адаптироваться и с удовольствием делятся с нами своими секретами, и как они и чем здесь живут. Сегодня у меня в гостях замечательная девушка, которая не просто расскажет вам о том, чем она здесь занимается, мы познакомимся с ней, но мы еще с удовольствием с нашей уже старой знакомой Леной Шопером будем ее переодевать, и девочки-визажисты и парикмахеры будут создавать ей новый образ. Оля, привет! Привет! Огромное спасибо за то, что меня сегодня пригласили, это большая честь, я всегда хотела попасть на ваш канал. А я с тебя, начиная, вот расскажу нашим зрителям, я начинаю свой день, свое утро с того, что я читаю твои посты. Они мне задают столько энергии на целый день и столько юмора в твоих постах, в твоих текстах. Давай мы познакомимся немножко ближе и со мной тоже, и за зрителями, и ты расскажешь, чем ты занимаешься. Почему я вижу твои посты каждый день в Фейсбуке? Расскажи. Да, спасибо огромное, очень приятно. Ну, видишь ты мои посты в Фейсбуке, потому что здесь я занимаюсь тем, что я начинала как блогер, как писатель. Коллега! Да, опубликовала три книги, одна из которых по версии издательской платформы стала бестселлером, неожиданно для меня, без всякого продвижения. И в этот момент я подумала, так как я 15 лет в Москве проработала в совершенно разных областях биара и со звездами в том числе, подумала, а почему бы не продвигать мою книгу, и почему бы не продвигать интересных экспертов, которые живут не только в Мадриде, но и по всем странам мира. И в какой-то момент родился наш совместный проект с Колучем Ириной Струковой. Мы сделали онлайн-школу, бизнес-активация, где помогаем людям, которым нужно продвижение, как продвигаться онлайн и офлайн. То есть делаем всё, чтобы сократить расстояние между людьми. Мы делаем вас ближе к народу и облегчаем вашу жизнь. Супер! Это именно то, что нужно сейчас многим, потому что мы сейчас не представляем себе жизни без соцсетей. И кто бы до последнего не держался вроде, «Не, не, мне не надо, я не хочу представлять свою личную жизнь на показ». Но всё равно, как ни крути, мы занимаемся какой-то деятельностью, мы занимаемся какой-то работой, и как-то рекламировать себя мы должны. Скажи мне, пожалуйста, как давно ты в Испании живешь? В Испании я 11-й год. В Испании я прекрасно адаптирована в плане того, что дети ходят в школу, я с тобой свободно говорю. Но я понимаю, что у меня нет никаких ежедневных проблем, нет никакой серьёзной адаптации к стране. Бытовых, бытовых, да? Да, бытовых проблем на сегодняшний момент нет и не было. Но я всё-таки понимаю, что в душе я осталась русской. Да? Да, я всё-таки ищу свою стаю, свою монаду. То есть лучше всего я понимаю русскоговорящих людей и окружаю себя с огромным удовольствием этими людьми, потому что мы всегда на одной волне. У нас одни цели, одни обиды. Менталитет. Огромный культурный код, пласт. То есть мы можем собираться и смеяться просто ни о чём, что отсутствует с испанцами. То есть мы можем найти коммуникацию, ну, лично мне. Но она не даёт вот этой глубины, вот этого вот хайпа от каждой минуты общения. И огромное спасибо Светлане, потому что она открывает для меня вот этот вот путь к самым интересным людям Мадрида. Это мне? Да. Итак, Олечка, мы подошли к нашей основной теме нашей встречи, помимо знакомства с тобой, это к переодеванию. И, как говорит Лена, надо всегда расставить приоритеты, да? Для чего лично ты хочешь переодеться и изменить свой имидж? Скажем так, я была лицом за кадром, не очень себя показывала. Моя задача была сделать вам хорошо. В какой-то момент я поняла, что мне действительно не хватает общения, и я хочу уйти из интернета на землю работать с русскоязычной аудиторией в Мадриде, потому что оказалось, что очень много приезжает людей, они не знают, как продвигать свой бизнес на земле. Хотелось, как говорят испанцы, Дарь Лакаро, показать лицо. Люди, когда приезжают, они не воспринимают меня как серьезного специалиста, потому что они не видят это визуально. То есть все-таки у нас встречают по одежке. И я достаточно долго выбирала стилиста, достаточно придирчиво, потому что стилисты это люди, с которыми я тоже в том числе работаю. Я смотрела кучу специалистов, кучу их работ, я не видела это на себе. И когда я увидела Елену, у меня было так, провалилось уже то, что это то, что я хочу. И я очень рада, что получилось с ней посотрудничать. В общем, там ничто и сбывается. Отлично. Ну тогда нам остается допить кофе и пойти по магазинам. Идем шопиться. Я готова. Идем шопиться. Ольга проводит очень много встреч в центре города со своими клиентами. И образ, который мы видим, подходит для любых переговоров. Классные стильные кюлоты, мягкий пиджак с графичными плечами, мощь, интеллектуальность, унисекс. И это очень-очень мадридский образ. И для нее очень важно иметь образы дерзкие, сильные, мощные. Собственно говоря, черный для нее безупречен. С ее графичной стрижкой и с этим потрясающим клачем с инкрустацией в форме пистолета. Она выглядит безупречно. И абсолютный трендовый в этом сезоне образ тотальный беж. Бежевые казаки, бежевые кюлоты, бежевый пыловер и пальто мягкого бежевого оттенка. И как вы видите, это абсолютно не скучно, потому что это игра на полутонах. Ольга выглядит мягкой, коммуникабельной и располагающей. И последний образ для Ольги – чувственный, в роскошном шелке, который строится по телу и дает ноту абсолютной эротики, нежности, терпкости. И как вы видите, Ольга в нем великолепна. Олечка, ну скажи мне, как тебе вообще поучаствовать у нас в проекте было? Интересно? Ну, я не могу сказать, чтобы это было очень интересно. Это было слишком круто для того, чтобы я смогла переварить все и сразу. Я жалею только об одном, что я не знала вас раньше. Ну все, теперь мы знакомы очень близко. Я вам скажу, шопинг вообще сближает девушек. Очень сближает. Больше, чем баня мужчин. Да. Поэтому, девочки, если вы ищите новых знакомств и новых коммуникаций, сходите вместе по магазинам. И не просто по магазинам, а сходите по магазинам в правильной компании. Я очень рада, что тебе все понравилось. Ты во всех образах великолепна. Очень красивая, очень энергичная и очень настоящая. Вот такая, какая ты есть. Лена смогла вытащить из тебя наружу, даже если кто-то не видел тебя раньше. Я думаю, ты сама себя такой не видела. Да. Лена познакомила меня со мной. Мне всегда очень нравилась эта нота Декаданса. Она была мне очень близка. Это прямо я. Я чувствую себя в своей тарелке, в своей эпохе. Ну, и отдельное спасибо, конечно, девочкам, нашему прекрасному стилисту Елене, нашей непревзойденной Светлане, организации всего-всего-всего этому каналу, визажисту Елене и суперпрофессиональному парикмахеру Татьяне. Спасибо, девчонки. Итак, дорогие друзья, с вами я хочу попрощаться. Благодаря Оле мы сделали первый правильный выпуск. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите мне или лене, если вы хотите стать героиней нашего проекта. Я делаю. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok